МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бендерах спецавтохозяйство занялось проблемой стихийных свалок. Весной этого года в столице Приднестровья пройдет выездное заседание представителей Комитета по делам СНГ и связям с отечественниками Государственной Думы РФ. По словам депутата Госдумы, члена фракции ЛДПР Романа Худякова, в ходе мероприятия будут обсуждаться проблемы и вопросы, с которыми сталкивается Приднестровье. 38 миллионов рублей с такими задолженностями по выплате заработной платы вошли в Новый год отдельные предприятия республики. Об этом заявил на пленарном заседании председатель Федерации профсоюзов Приднестровья Владимир Сохин. Став на защиту прав работников, Федерация профсоюзов предложила Верховному Совету принять кардинальные меры в отношении безответственных работодателей, внести изменения в Трудовой кодекс и дать право работнику, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу до выплаты задолженности не через 60 дней, как указано в кодексе сегодня, а через 30. Это недопустимо, когда при сегодняшних уровнях заработной платы человек не получает зарплату даже не 60, а порядка 90 дней и далее. Когда мужчина, глава семейства, оставляет семью без содержания 60 и более дней. Каким образом жить в семье? Ответственный комитет, рассмотрев предложение Федерации профсоюзов, поддержал его. Тем временем сегодня за невыплату свыше трех месяцев заработной платы и других установленных законом выплат законодательством предусмотрена ответственность. Руководитель организации, независимо от формы собственности, наказывается штрафом. Административным от 100 до 300 РУМЗП, а в случае задержки заработной платы из корыстной или личной заинтересованности штрафом в размере от 300 до 600 РУМЗП. Однако на сегодняшний день ни один нерадивый руководитель ответственности так и не понес. Вопрос очень актуальный, очень сложный. Огромное число обращений граждан и избирателей по поводу задержек заработных плат. И в контексте этого инициатива профсоюзов абсолютно правильная и своевременная. Но при этом нельзя не согласиться с тем, что подход должен быть комплексным. Поэтому помимо этой законодательной инициативы надо вносить дополнительные инициативы, которые позволят оказывать давление на не совсем ответственных руководителей предприятий с тех позиций, что они должны рассчитываться с людьми. Правительство и другие субъекты правозаконодательной инициативы дали положительные заключения на законопроект. В итоге он был перенят в первом чтении. Лидер либеральной партии Михаил Гимбу обратился к президенту страны Николаю Тимофти с просьбой помочь в урегулировании политического конфликта. Он выразил мнение, что взять инициативу в свои руки – это долг Николая Тимофти, потому что именно для того он и был избран главой государства. Либерал также раскрыл секрет. Оказывается, по его словам, должность, которая досталась Владу Плохотнюку, на самом деле должна была принадлежать либеральной партии. По его словам, Влад Филат и Влад Плохотнюк договорились относительно поста первого вице-спикера парламента. Лидер либералов пояснил, что после долгих дебатов на совете Альянса Влад Филат и Влад Плохотнюк приняли решение без него и вынесли эту должность на голосование в парламенте. Государственный украинский праздник на страницах Приднестровского календаря. В нашей республике тоже отмечают День Соборности Украины. Подробности в нашем следующем сюжете. День объединения двух частей Украины в единое государство, а в календаре он отмечен как День Соборности Украины, отмечали и в Приднестровье. В Бендерах за круглым столом руководители двух общественных организаций Приднестровья Укрпросвет и Спилка, Товарищество Червона Калина, Городского общества национальной культуры, а также учителя и ученики Украинской гимназии вспоминали историю праздника и говорили о его актуальности сегодня. День необычен тем, что, знаете, чем дальше история, тем больше забываются исторические личности как таковые, во всех их положительных, отрицательных каких-то деяниях. А объединение Украины как таковое, как объединение тех двух небольших таких, тогда еще необычных даже украинских государств, это для всех пример. Потому что и сегодня Украина должна жить, на мой взгляд, единой философией, Украина единая. Официальный статус этот праздник получил в 1999 году. Однако события, предшествовавшие его появлению, датируются еще 19-м годом, когда Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика соединились в единое государство. Ну, я узнал исторические факты об этом действии. Потому что кое-что я не знал. Я просто знал об этой дате, как она прошла и все. А сейчас было раскрыто немножко, как это происходило, мотивы действия всех сторон, участвующих в этом. Я заметил, что сейчас в Украине много беспорядка. И как тоже подметил Владимир Лукич, что там нет определенной власти. Раздроблено. И объединиться им очень трудно, потому что у всех разные взгляды. Обсуждая и вспоминая исторические факты, собравшиеся говорили о том, что происходит в Украине и в Приднестровье сегодня. Задача политического руководства Украины, как прозвучало на круглом столе, обеспечить равную жизнь как на ее востоке, так и на западе. Чтобы страна не раскололась на две части, о чем в последнее время говорят многие эксперты. Наша задача не только помнить историю, знать ее, уважать ее, но и передавать молодому поколению. И, безусловно, святая наша обязанность – всех сберегать то единство, которое сегодня нужно всем. В 2019 году будет отмечаться 100-летие Дня Соборности Украины. Возможно, тогда можно будет подвести своеобразные итоги того, насколько едина и сплочена украинская нация. По окончании круглого стола в Дарбендерской библиотеке были переданы более двух десятков книг, изданных на украинском языке. Свалки бытового мусора в Бендерах можно наблюдать практически во всех районах города. Зачастую горожане жалуются на несвоевременный вывоз мусора из многоквартирных домов. Жители прилегающих домов высказали свое мнение по поводу происходящего. Приятно отметить, что МУП спецавтохозяйства достаточно оперативно отреагировало на эту ситуацию. И одна из свалок прекратила свое существование. В этом году работникам бендерского спецавтохозяйства предстоит решить проблему стихийных схем. К другим новостям. Более 40 человек погибли в среду в результате теракта на северо-востоке Ирака. Несколько десятков получили ранения. По данным сотрудников правоохранительных органов, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в шиитской мечети в 170 километрах к северу от Багдада. В мечети в это время проходили похороны убитого накануне брата иракского политика. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. В последние дни теракты и нападения в Ираке участились. Во вторник в результате серии взрывов в Багдаде погибли 20 человек. К смертной казни за контрабанду наркотиков приговорена в Индонезии гражданка Британии. В мае прошлого года 55-летнюю Линдси Сэнди Форд задержала полиция при попытке провести на остров Бали почти 5 килограммов кокаина. Общая стоимость обнаруженных наркотиков составила около 2 миллионов евро. Женщина заявила, что была вынуждена перевести кокаин, поскольку наркоторговцы угрожали жизни ее детей. Но суд не посчитал это смягчающим обстоятельством. Антинаркотические законы в Индонезии одни из самых жестких в мире. Адвокаты осужденной намерены подать апелляцию. Безработица в мире в этом году будет рекордной. С таким прогнозом выступила Международная организация труда. Число безработных может преодолеть психологический рубеж в 200 миллионов человек. Причем почти четверть из них живут в развитых странах, которые оказались более уязвимыми перед лицом экономического кризиса. В первую очередь это касается стран Европы. Протестная акция сообщества сексуальных меньшинств у здания Госдумы в Москве переросла в стычку с православными активистами. Представители этого движения вышли протестовать против законопроекта о запрете геопропаганды. Госдума пока проект закона не рассматривала. Это были все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами до следующей встречи. И только приятных вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова